Никаким там авторитетом, уважением он не пользуется у нормальных людей, у нормальных чеченцев, не только чеченцев, вообще у нормальных людей. Табиб это все-таки человек со своими амбициями, это человек, который под Кадырова легче ему не захотелось, вот эти вот борьбы с Кадыровым, там нянчиня его детей, это ну не для него. Табиб это все-таки. И они там даже придумали какую-то схему, чтобы кавказцы переезжали жить и работать куда-то на Урал или в Сибирь, потому что там наоборот рабочие места есть, то есть там не дефицит, а профицит. И вот они типа хотят таким образом вывозить кавказцев туда. Конечно, очень плохо все обстоит. Тумсо, почему чеченцы из Швеции не сделают травлю Чимаеву? Пусть каждый знает, что общение с Кадыровым токсично, даже на камеру спросить у него. Дмитрий, что ты подразумеваешь под словом «травля»? Если ты подразумеваешь что-то противозаконное, то мы этим не занимаемся, мы законопослушные, цивилизованные люди, чеченцы, проживающие в Европе. Поэтому мы таких вещей не делаем. Если ты имеешь в виду какой-то бойкот этого человека, то он и так, поверь мне, уже давно существует. Никаким там авторитетом, уважением он не пользуется у нормальных людей, у нормальных чеченцев. Не только чеченцев, а вообще нормальных людей. А те, для которых это нормально, обниматься с Кадыровым и так далее. Ну, что таких людей, в принципе, мы и так их всех бойкотируем. Поэтому то, что они там вместе где-то, может, собираются, какие-то уважения, почеты тому человеку высказывают. Ну, что поделать. Мне интересно, что те, кто поклоняются Хабибу, которые называют себя россиянином Путина, который, он имел в виду, называет себя россиянином, Путина своим лидером, а Кадырова братом, залезают в чеченские темы и пытаются в сторону Чимаева болтать. Ну, во-первых, мы не знаем конкретно этот человек, как он относится к Хабибу. Это, во-первых. Во-вторых, я бы все-таки, ну, я их не ровняю. Хабиба с Чимаевым. Хабиба это все-таки человек со своими амбициями. Это человек, который, ну, под Кадырова легче ему не захотелось. Вот эти вот борьбы с Кадыровым, там, нянчиня его детей, это, ну, не для него. Хабиб все-таки фигура покрупнее, тем более фигура со своими амбициями. И из-за этого, я думаю, его там и не взлюбили очень серьезно. Хотя в целом я с тобой, конечно, согласен. У него есть там такие высказывания. И недалеко, конечно же, он в целом упал. Но, тем не менее, он далеко не ровня таким, как вообще не только вот одному Чимаеву, а вообще таким спортсменам, которые становятся марионетками в руках Кадырова, которые считают для себя нормальным лежаться там, нянчиться с его детьми и всякие писать хвалебные оды. Я бы их не ровнял. Тумсо не тот человек, кто может давать оценку такому, как Закайя. Тумсо в 15-м работал на власть РФ. Это ложь и клевета на меня. Я никогда в своей жизни не работал на власть РФ. Вала Аллаху. Аллах уберег. Никогда не работал. Я работал в РФ, но не на РФ. Это разные вещи. Работать в и работать на. Совершенно разные вещи. Поэтому отдавать оценки, критиковать, высказывать свое мнение может не только Тумсо, а любой чеченец может это делать. Никто не может ему закрывать рот. Ассаляму алейкум, Тумсо. Ты правда считаешь, что фашистская Германия была союзником чеченцев или это сплетни? У алейкум ассалям. Ну, я нечто подобное говорил и говорю, но не в прямом смысле, что была союзником. А я говорю, что во время этой войны, когда немцы воевали с Советским Союзом, Советским Союзом, который оккупировал нашу территорию, то являлся нашим врагом. В этой ситуации враг нашего врага является нашим другом. И поэтому для чеченцев на тот момент наступающие немцы могли бы быть союзниками. То есть для нас, как для народа оккупированного, было выгодно, чтобы в этой войне Советский Союз потерял поражение. Это нужно понимать. Разумеется, чеченцы понятия на тот момент не имели, что это за страна, что они там творят, что у них за концлагеря и так далее. Мы этого знать не могли. Но зато мы прекрасно знали, что творит эта страна, Советский Союз. Какие здесь концлагеря, как они нас на протяжении уже нескольких столетий уничтожают, как наших отцов, наших матерей всех там отправляют в ГУЛАГи. И это все мы знали, это мы видели, это для нас больно, понимаете? Как для, я понимаю, допустим, для еврейского народа, это будет звучать очень странно, потому что для еврейского народа безусловным злом являлся Третий Рейх. Потому что они были в таком же положении в Рейхе, как мы были в Советском Союзе. Понимаете? Для них они были врагами. Для нас же Советский Союз были врагами. Евреев освободил, получается, Советский Союз, когда победил немца. Вот точно так же нас бы, получается, освободили бы немцы, если бы они победили Советский Союз, понимаете? Мы, конечно, не знаем, что было бы, история не терпит сослагательств, поэтому, может быть, не стал бы там никто освобождать, может быть, это была бы оккупация просто другими, мы этого не знаем. Но факт остается фактом, что враг моего врага является моим другом, поэтому да, это я говорю, это просто рациональное размышление. Это не значит, что Третий Рейх хороший, это не значит, что Гитлер хороший, это тем более не значит, что преступления, которые они совершали, они как-то оправдываются, ни в коем случае. Это были две империи зла, которые схлестнулись. И для нас большим злом среди этих двух зол был Советский Союз. Он для нас большее зло, потому что мы страдали от него, от немцев мы от них не пострадали, поэтому для нас они не были таким злом. И даже сегодня, переоценивая все то, что было, я говорю, смотря обратно, что для нас Советский Союз является большим злом. Для евреев, там, других народов, которых преследовали в Третьем Рейхе, для них, безусловно, Третий Рейх является большим злом. Но это для них, а для нас Советский Союз. И мы не имеем к ним претензий, и они не должны иметь к нам претензий. То есть, они не должны иметь к нам претензий из-за того, что мы считаем Советский Союз большим злом. Также и мы не имеем к ним претензий от того, что они считают Третий Рейх большим злом. Я не знаю, какие ты там видел мои ошибки, и, зная это, ты меня смотришь. Есть очень крутое, я считаю, правило в политике. Если облажался, больше не политик. Ты прости, пожалуйста, но не существует в политике такого, что ты облажался, и потом дальше еще там на что-то претендуешь. Так не бывает. Если, тут, извини меня, пример Финляндии, просто там что-то ее спалили на том, что она за счет государства возила своего ребенка в школу или в сад. Это даже, по нашим меркам, это даже не ошибка. Святая женщина. Какие могут быть к ней претензии? Эти журналисты это выискали. Она не имела права, это как, знаете, это как будто бы она за государственную казну возит ребенка. Не за свой счет, она должна была за свой счет. Мы даже не можем себе это представить, это какой-то уровень космоса. Я же говорю, мы бы никогда не обратили внимания даже на подобное. Для нас она просто святой женщиной была бы. А они это выискали, значит, предъявили. Что она сделала? Она не сказала, да, ошибку допустил. Что вы теперь, давайте, нет? Отставка. Все. Облажался, ушел. Нет, в политике нет вот этого. Давай сейчас простимся, возьмемся за руки. Нет, товарищ. Мы же не призываем никого расстреливать. Но за свои слова и действия нужно отвечать. И отвечать нужно как раз вот тем, что ты просто больше не делаешь так, чтобы тебя больше не видно и не слышно было. Субтитры сделал DimaTorzok